По состоянию на этот час уже 112 человек в списке погибших в результате двух мощных взрывов в китайском портовом городе Тяньцзинь. Техногенная катастрофа произошла 12 августа, но только сегодня власти признали, что на месте ЧП находится несколько сотен тонн цианида натрия. Его смертельная доза от 0,1 грамма. Военные утверждают, что местность уже обеззаражена. Неповрежденные бочки собрали и увезли. 90 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. Спасатели не прекращают работу. В Тяньцзинь изучить обстановку прибыл глава правительства КНР Ли Кэ Цян. Тем временем жители прилегающих районов, как пишет китайская пресса, требуют выкупить у них жилье, поврежденное взрывами такой силы, что их было видно из космоса. Спецслужбы пытаются блокировать нежелательные сведения из Тяньцзиня. По стране закрыт доступ в общей сложности к 50 разным интернет-сайтам с информацией, которую объявили непроверенной и вызывающей панику. В этих сетях, кстати, попадают и кибермошенники. В провинции Гуанси, это далеко на юге, задержана 19-летняя девушка, написавшая у себя в микроблоге, что в Тяньцзине у нее погиб отец. Пользователи успели собрать ей 14 тысяч долларов, прежде чем афера была раскрыта. Продолжение следует... Продолжение следует...